Друзья, всем привет! Сегодня экстренное такое включение. В общем, у нас сегодня вот что произошло. Мы в 13.50 едем сегодня в Абудабе. Нам осталось буквально один час. Я начала гладить вещи, и у нас тут сработала пожарная сигнализация. Как начало тут выйти все, в общем, я думала, или это учебная такая тревога, думала, куда бежать, что делать, не знаю. Потом до меня дошло, что от утюга, видимо, пар поднимался и попал на датчик. У меня гладильная доска прямо под датчиком, оказывается, стоит. И поэтому она и сработала. У нас вообще здесь этажи до какого-то этажа, до 10-го, что ли, не курящие. Мы не курим. У меня ни муж не курит, ни я не курю. В общем, и поэтому здесь, конечно, везде вот эти датчики. Кто, если закурит, случайно, не на том этаже, то есть там, где нельзя. Вот, ну, видимо, или штраф, или предупреждение будет, я не знаю. Вот, в общем, ладно, сигнализация сработала, попищала, перестала. Я залезла в ванную, чтобы, в общем-то, помыть голову перед поездкой в Абу-Даби. И тут муж стучит, вылезай быстрее, там нас переселяют, соседи там что-то затапливают. Вот, я чуть ли не в мыле вылезла, выбежала из этой ванны, не пойму, куда бежать, что делать. Он говорит, ладно, не торопись, не торопись. В общем, нас переселяют. Оказывается, у соседей снизу что-то с сантехникой. То есть, как бы, наша вода или по нашему стояку, я не знаю. В общем, у них все там течет. И будут разбираться. У них сантехника будет разбираться. И у нас будут разбираться. Вот. И нас переселяют в номер прямо напротив. То есть, у нас 912-й, а там 914-й номер. Но у нас вещи-то все по комнате раскиданы. А у нас время осталось до поездки в Абу-Даби совсем чуть-чуть. В общем, я как ошалелая. Я все покидал в чемодан. Там муж кидал что-то в чемодан. Со всех столиков, со всех тумбочек. Всю вот эту мелочевку надо было собрать. Еду надо было, продукты надо было сложить. В общем, кое-как. Я вся в мыле, честно говоря. Вот осталось совсем чуть-чуть времени. Думаю, вот в этой нашей прежней комнатке, думаю, надо снять вам видео. В общем, сейчас мы уезжаем в Абу-Даби на полдня. Вечером приедем. Вещи наши перенесут без нас уже в соседнюю комнату. И я вам сниму очередной рум-тур. То есть, покажу нашу следующую комнату, новую комнату. Может быть, она будет такая же. А может, другая. Я не знаю. И, в общем, окна будут на другую сторону выходить. В общем, встретимся с вами совсем скоро. Ну, и я вам покажу, как мы освоимся в новой комнате. Ну, все. Пошла я дальше собирать шмотки. Тут какую-то мелочь, может быть, осталось подобрать. Все, друзья. Все. Пока. До встречи. Друзья, ну что, мы приехали с Абу-Даби и зашли в свою новую комнату. В общем, нас переселили. Теперь у нас 914 номер. Нам сами перенесли наши вещи. И, в общем, давайте я вам покажу. В принципе, как бы та же самая комната, но немножко, мне кажется, поудобнее. Вот, сразу, сразу кухня. Кухня немножко по-другому. То есть микроволновка такая же, но тут... А, тут вот так, холодильник. Помните, там холодильник просто был такой LG, да, серебристый. А здесь он, как бы, вот, встроен ему. Еду нашу перенесли. Чайник тут, смотрите. Чайник другой. Там чайник у нас стоял на столе. Так, заглянем. Ага, здесь то же самое. Так, там тарелки, то же самое. Так, здесь... Ой, тостер. Здесь тостер вот такой. Другой. Так, ну здесь кружки. Ой, вернее, кружки. Так, раковина. Ведро. Машинка здесь стиральная такая же. LG. Я, кстати, уже стирала. Классно. Здесь есть режим быстрой стирки. Можно за полчаса вещи постирать. Так, плита такая же. Здесь пусто. Так, что здесь? Ага, здесь столовые приборы. Так, послеты какие-то. О, здесь сковородка есть. Ой, как хорошо. А там у нас не было сковородки. Сковородка и кастрюлька. Вот такая. А там у нас был ковшик и кастрюлька. Ну, со сковородкой-то, наверное, лучше. Так, ну все, кухню посмотрели. Вот вход в ванную. Давайте заглянем. Здесь как бы такое же расположение, только как бы все повернуто в другую сторону. Так, раковина. Это я. Мы прямо вот с Абудаби, уставшие едем. Время. Посмотрите, сколько. О, 10 часов. Ой, сейчас попьем чай, и я сяду вам монтировать видео, чтобы вам было что-то завтра свеженькое посмотреть. Кстати, я монтирую видео, к слову сказать, до 3 часов ночи. Да. А потом неле-еле просыпаюсь на завтрак. Вот так я отдыхаю и работаю одновременно. Все для вас, дорогие друзья. Все для вас, мои любимые. Так, ну что, идем дальше. Как всегда, здесь принадлежности. Так, зеркало есть. Хорошо. Так, так, так. Так, телефон. Ага. Ну, ванна. Все то же самое. Я вам показывала в том номере. Да, ладно. Все отлично. Так, мне здесь нравится. Так, мы пойдемте комнату смотреть. Так, комната вот так выглядит. А, у нас в коридоре раньше было зеркало. Теперь зеркало вот здесь. Так, теперь здесь зеркало. Вот это для чемодана. Так, вот здесь стол. Что-то мне даже кажется, что стол как будто бы длиннее, чем был в том номере. Да, мне кажется, немножко даже больше здесь стол. Так, воды нам поставили. Ну, в общем, чай, кофе, все есть, как всегда. Так, дальше. Шкаф-купе такой же. Так, сель здесь есть. Так, вот гладильная доска, утюг есть тоже. Весы здесь тоже есть. Сейф. Сейф немножко другой, но, наверное, так же им пользоваться. Так, ладно. Сейф есть. Так, телефон. Все то же самое. Так, кровать такая же. Так, здесь что? Ну, диванчик такой же. Туалетный столик. Все то же самое. Телевизор. Так, это для чемоданов. Вот это они нам чемоданы все сюда принесли. В общем, все наши вещи перенесли с того номера. Так, и мне интересно вид из окна. Помните, какой там у нас был вид из окна? Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, вот что. Мы на другую сторону здания, как бы, смотрим. Там машины от нас уезжали, а здесь как бы они по направлению к нам. Это главное шоссе Шейха Зайда. Вот это шоссе идет по всему Дубаю. Так, значит, шоссе здесь. Так, а в эту сторону у нас видна Марина. Вот там вдалеке, смотрите. Вот, из окошка виден канал. А из того окна у нас был виден еще бассейн наш. Ну что, вид из окна хороший. Мне нравится. Так, все нормально. Вот здесь еще одно окошечко. Вот, пожалуйста, вид из окна из нашего. Так. Ну вот, все хорошо. Мы забежали сегодня вечером в магазин немножечко чего-нибудь купить. То есть потратить деньги. Как же, мы же без этого не можем. Так, сейчас я вам покажу. Значит, у нас еще осталось мясо и у меня рис еще есть. Поэтому сегодня мясного мы ничего не взяли. Нужно надоедать. Я купила вот такие печенья. Так, печенье стоит 3 дирхама. Далее. Здесь очень вкусные соусы. Вот, в прошлый раз, который соус я вам показывала, мы его съели. Полбанки буквально, наверное, за один присест. Такой вкусный соус. Сейчас взяли что-то наподобие. Тоже с базиликом и с орегано. Но тут еще, по-моему, чесночок добавлен. Вот такой соус. Стоимость его 6,30. Значит, для вашего понимания цены умножайте на 16 рублей. Тогда вам будет понятна цена в рублях. Так, далее. Вот такой. Ну, не салат, а арбузы нарезанные. Так, арбузики нарезанные. Стоит 5,75. Вот это весь лоточек. Далее. Молоко. Молоко очень вкусное. Жирность у них здесь считается никак у нас. У них нет 3,2, 3,5. У них есть 2,9, 2 и, по-моему, 1,8, если не ошибаюсь. В общем, я взяла 2,9. Самое такое, жирненькое. 4 дирхама стоит. Так, и взяли мы вот такие помидорчики черри. Мы стали крупные взять, брать здесь 250 грамм. И вся вот эта упаковка стоит 7,95. Ну, вот такие наши покупки. Сейчас мы будем ужинать. Так, и вот, пожалуйста, чек. Значит, отоварились мы в Корифуре, но не в большом супермаркете, который находится за Дубай-молом, а есть небольшой корифур прямо рядом с нашим отелем, то есть буквально в соседнем здании. Вот общая сумма у меня получилась 27 дирхам. Показываю вам сегодняшний наш ужин, потому что многим оказывается интересно, чем мы питаемся. Ну, в принципе, как бы нового, наверное, ничего нет. В общем, здесь рис с курочкой сжареной. Дальше фруктовая тарелка. Здесь различные фрукты, бананы, арбуз, виноград, апельсин, яблочки и манго. Так, лепешки. Потом вот наш соус, который мы не доели. Мы сегодня его добьем до конца. Вот это новый соус попробуем. Соус очень вкусный, кстати. Так, виски, помидорчики черри я разрезала наполовинки. И сок киви. Ну, в принципе, вот этого нам вполне сегодня на ужин хватит. Значит, по поводу алкоголя были вопросы. Здесь, в Дубае, вы нигде не купите алкоголь. Абсолютно нигде. И в очень редких ресторанах предлагают алкоголь, но он будет стоить очень-очень дорого. Поэтому мы купили в Дьюти Фри. И, в общем-то, на отдыхе именно пьем вот эти напитки, которые мы приобрели в аэропорту при прилете. В отелях употреблять алкоголь здесь можно, но ни в коем случае не выходить на улицу в нетрезвом состоянии. Ну и тем более не пить свое спиртное где-то в общественных местах. Ни в коем случае. Потому что полиция заберет сразу. А в отеле, пожалуйста. То есть поэтому, в общем-то, мы на ужин, конечно же, немножко выпьем там виски или мартини. И нам этого достаточно. Вот такой у нас ужин. Я накрываю всегда вот такой журнальный столик. Он невысокий. И мы садимся на подушке. То есть мы сидим на полу. Вот на таких мягких подушках. Очень удобно. В общем, ужинаем как шейхи. Приятного аппетита! Ну, друзья, показала вам нашу новую комнату. В принципе, все осталось по-прежнему. Немножко только вот такое зеркальное как бы расположение всего. Вот. Я сейчас буду разбирать вещи опять по полочкам. Потому что с утра мы просто все в кучу все накидали. Потому что очень торопились в Абу-Даби. Ой! Ну вот, друзья, на сегодня все. Видео свое заканчиваю. Я вас всех люблю и целую. Сейчас сяду, смонтирую видео и быстренько вам выложу что-нибудь свеженькое. Все. До новой встречи. Пока-пока!